Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 тут же отвечал. Было ощущение, что этот человек вообще никогда не спит. Я редко видел этого человека каким-то печальным, расстроенным. Он всегда заряжал всех своим позитивом. Да, вот он в этом плане, вот даже сейчас я смотрю, вот на кадры показывают, посмотрите, какое такое. Вот он всех зажигал. Послевоенный период, когда оружие на руках масса, по большому счету, люди были практически неуправляемые. Самый сложный период было возложено, опять же, на Гевикамуковичу, и он исполнял это долг с честью. Должность начальника отдела охраны общественного порядка начальника ООПХАКИНСКОМЕТНО. А вот здесь не учатся. А вот здесь, если вы не знаете, что в Казахстане, они были в Казахстане, но они были в Казахстане. И они были в Казахстане, и они были в Казахстане. Они были в Казахстане. Мотив сверхъек за необеспечение долг общественного порядка в городе Сухум в 89-ом году. Сейчас они были в Казахстане. Все просьба во втором не было. В Казахстане мы были в Казахстане, чтобы не было, но и все же. Мы были в Казахстане, по-казахстане. Мы были в Казахстане. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Я Гиви знала еще студента. Мы учились в одном институте на разных факультетах. А потом я дружила с его женой Риммой Хашба. Она подруга моего детства. Мы дети одной судьбы, дети репрессированных. Как-то нас, видимо, это сблизило. И с детства до конца ее жизни мы были вместе. Я была у истоков образования их семьи, рождения детей. Я вместе с ними пережила страшное горе, потерю девочки, дочки Гиви. В одночасье как-то они сломались, Гиви и Римма. Но удивительно устроен человек. Его постигает такое тяжелое горе. А он живет, дышит, работает, общается с людьми. Откуда столько силы? Ну, что дает на это ответ? Ну, это просто. Иначе зачем называться человеком? А человек должен преодолеть все. У абхазского эпоса на этот счет очень много сказаний есть. И Гиви, и Римма выправились и несли дальше свое горе. Затем Римма бедная тоже ушла из жизни. Это тоже пришлось ему поднять тяжелое такое горе. Ну, конечно, надорвал себе сердце. Ну, он был очень, вот несмотря ни на что, вот вроде сильный такой, мужественный, но очень ранимый был человек. В нем столько вот сочеталось доброго, мужественного, столько, что, я не знаю, один человек, наверное, поднять это не мог, а он мог. И вот он ушел из жизни. И так вот больно о нем вот сейчас вспоминать. И, ну, конечно, ничто не вечно над временем, только память. И мы, пока мы живы, мы все будем помнить этого замечательного, мудрого, умного человека, патриота. И вообще поколение наше должно учиться на таких примерах. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Это довольно громко было сказано, потому что в то время сплошной линии обороны не было. Даже иногда было приятно в Бумисту зайти, перейти, но как могли, пакостили, что могли, то делали. И тут, ну, обычно с вода ходили днем, ночью, вечером, а тут смотрю, несколько дней проходит, меня выводят из строя, днем пойдешь. Опять, ну, днем очень неприятно переходить тут ночью как-то, а днем, ну, не. Я к Мушне бедному подхожу и говорю, Мушне, что, говорю, за дела такие, уже третий раз, говорю, отзводы, во-первых, отрываются, другими постоянно перехожу. Говорит, да нет, говорит, твой отец пришел, говорит, ты, говорит, его ночью не пускай, говорит, почему, говорит, он, говорит, плохо видит, говорит, у него близорукость, а ночью вообще ничего не видит. Пусть лучше, говорит, днем ходит. Я извиняюсь, спасибо большое, еще раз всем вам.